итак привет друзья гости канала я все пытаюсь разобраться со звуком многие из вас говорили что звук не очень хороший поэтому давайте я на gopro hero 7 попробую снять дорогу там звук никого влияния не оказывает а вот на gopro hero 8 попробуем с вами заснять звук как раз и мою морду лица блин солнышко светит попробуем проехаться тоже сегодня погода просто потрясающий ребят ну реально потрясающая погода только единственно что не получается мне здесь грамотно разложиться потому что солнышко и так и выезжаем мы с вами все пытались мы помыть автомобиль сейчас немножечко прям проедемся по улице виноградная хочу немножко полетать это же не запрещено пока не запрещено в общем полетаю с вами прям чуть-чуть и свою очередь попробуем попробуем с вами сейчас заснять то лучшее что есть у нас и так что у нас в этом году ничего не меняется такие же у нас небольшие есть проблемы с парковками как видите даже если вдруг есть места все равно люди предпочитают остановиться вторым рядом логика такая чтобы их свою очередь не поперли ну и конечно же в этом месте у нас не эвакуирует поэтому здесь бардак бардак есть и никуда от этого не деться ну смотрите мы с вами не по улице виноградная сегодня 2 января сейчас мы с вами доедем быстренько до центра сочи до моей работы там я хочу немножечко прям полетать прям совсем немножко прям полетаю сниму морской порт как он сейчас выглядит и посмотрим что из этого получится блин камера слишком близко находится что-то непривычно обычно камера находится прям чуть-чуть прям подальше нужно было конечно сделать прямолинейный потому что здесь меня получится морда расплюснутая и морда получится большая кто скажет нифига себе ты шайбу отъел за праздники ну да бывает такое бывает что шайба отъедается и так подъезжаем мы с вами место где есть поворот это я бы уже вам показывал как-то видеоролик это у нас саркизова яма там где он саркиз все застраивал и здесь мы с вами видим то место где у нас идет поворот к резиденции владимир владимировича путина но видимо гаишники отдыхают и поэтому сегодня без гаишников я при гаишников сегодня не вижу хотя кажется наоборот куча да должно быть алкоголиков тунеядцев должны заезжать но не знаю посмотрим что получится то получится следующий момент мы с вами все-таки может быть еще немножко руль немножко пустить чтобы он вас шум вас не раздражал улицы как видите чистые чего не скажешь про мусорные баки потому что мусорные баки все переполнены такое ощущение как будто цель была у всех кто находился в сочи это просто-напросто купить продукты чтобы они полежали на новый год в холодильнике потом все 1 января просто все выкинуть не знаю если вашего города то же самое пишите здесь мы с вами видим яндекс еда и у нее пускай у как в черном цвете это классно выглядит а я думаю что пешеходном переходе хотя пешеходный переход то вот немножко в другом месте в этом в черном цвете да как audi q8 офигенно смотрелась офигеть просмотра ладно покатаемся так может нас выдержание переклею другой цвет а смотрим что это получится и за бортом у нас и плюс 9 ребят на тот случай когда плюс 9 но как бы нравится больше здесь потому что небо голубое было пока ремонтировал видеоролик она у нас немножко поменялось и солнышко очень-очень ярко светит очень ярко светит честное слово что хорошего у нас в этом году ну ничего пробка в адлере как всегда сидят на красную поляну хотя на красной поляне почему-то нас не продают скипас потому что снега мало выпало и все-таки акцент делается для приезжих я тоже считаю что с моей стороны было бы свинство сейчас ехать да кто-то приехал может издалека и в это время как бы ни за меня не покатается поэтому я решил что как только будет снега достаточно как только будет свободный доступ то мы спокойно сможем с нами съездить покататься вячеславу возьмем а вот пока мы наверное все-таки воздержимся кстати сегодня я уже работал и и сейчас тоже работаю поеду я буквально там через сколько там как вы думаете всю вверх поеду прям буквально через часок ой какая маленькая бонька тоже на воскресенье поеду в адагамес будем попробовать показывать жилой комплекс это называется место под солнцем уговорил я с отдела продаж девочку прийти потому что завтра она улетает навсегда стал безвозвратно вам сказать куда далеко в теплые края что будешь мальчишка тогда понятно да многие улетают конечно же и мы через здесь не улетим но надо работать ребят надо работать тем более сегодня познакомился с тремя женщинами такие позитивные на бодрячке в общем аж приятно с такими вот знаете тот случай когда тебя заряжает и ты начинаешь понимать что блин есть в жизни доброта счастье давайте пропустим а то он там офигеет ехать я никогда не пропускаю тех людей которые пересекают сплошную линию но когда вот например вот именно таких ситуациях я себя пропускаю потому что он может ждать вечность проезжаем мы с вами один из самых моих любимых жилых комплексов до поры до времени это жилой комплекс виктория именно если нужны потрясающие видовые характеристики вам сюда но если нужно удобство то это в паре горького ну что здесь что там это нужно иметь 20 миллионов рублей чтобы что-то можно было себе приобрести проезжаем с вами мы санаторий сочи один из самых старейших и один самых дорогих санаториев и классный тоже хочу как-нибудь сделать рейд в этом году у меня там запланировано по гостиницам буквально по одному дню пожить и рассказать в какую гостиницу стоит заезжать какой санаторий стоит а в какой санаторий лучше и не надо мы с вами потихонечку подъезжаем подъезжаем мы куда мы там с вами подъезжаем ну-ка ребят кстати знаете что хорошего в гоупро именно в 7 серии что можно например снимать и одновременно заряжать это огромнейший плюс и если вдруг там вы например хотите использовать гоупро камеру в качестве вебки то на предыдущей модельке это было невозможно потому что там невозможно было закрепить здесь сбоку сейчас аккумулятор легко вытаскивается и также можно вставить шнурок обычный обычный да тайп си и все и вы спокойно можете эти проезжаем условиями жилой комплекс ривьера тоже один из самых интересных жилых комплексов здесь как-то была квартирка которая мне понравилась но она ушла все что нравится мне уходит очень очень быстро и тоже самое у вас когда вы катаетесь со мной по объектам имейте ввиду вот все что понравилось вам оно быстренько у нас улетучивается все что нравится вам нравится и другим ну и за исключением если у вас какой-нибудь не извращенный вкус а извращенный вкус бывает сейчас мы с вами проедемся вдоль парк ривьера я считаю парк ривьера одно это одно из тех интересных мест которые обязательно стоит посетить ну во первых парк ривьера он бесплатный тарас во вторых очень много зелени и даже то если вы прилетели 2 января как сейчас вы видите да все равно посмотрите какая будет красота будет все просто потрясающе но единственно что имейте ввиду что половина 5 уже в сочи темно в это время поэтому планируйте лучше пораньше там часиков 8 начать смотреть достопримечательности сочи и либо если вам нравится ночной сочи конечно же после 6 приезжайте на улицу новогинская и я думаю вы там получите просто неописуемое удовольствие за бортом плюс 10 градусов можно ходить в легкой курточки и я думаю что вы оставитесь ну довольны да посадите да сколько красивых девочек все кстати знаете все неправильно сделал свою морду лица я снимаю в широкоформатном режиме дорогу снимая в линейном чтобы линейное чтобы вы понимали что ничего не будет не скажено ничего будет все красиво четко и потрясающе вот в общем как бы так недавно мы разговаривали с моим с моим сергеем с моим братом и разговаривал тоже с сергеем кныш это вот очень хороший парень который много у меня научил именно по бизнесу и вот он говорил макс почему ты не открываешь свой агентство недвижимости думала сергей понимаешь будет там говорю за затраты надо то надо все надо это и он не будет хотя раза сейчас затрат нет нет конечно снимать не нужно ничего ты возьми посчитай год сколько у тебя уходит денег на машину тоже машина берешь чтобы клиентов возить его ну в принципе да посмотреть сколько уходит денег на камеры всевозможные ну да сколько квадрокоптеров то потерял за это время да там не улетели не вернулись сколько ты тратишь также своего времени там я знаю что там обновил ноутбук уже два раза считай каждый год покупаешь ноутбук чтобы он вытаскивал эти видеоролики так далее вот посмотри говорит по сути ты вкладываешь вот работая как бы в компании но при этом вкладываешь именно себя в свой контент в клиентов гораздо больше чем например ты был бы руководителем той или иной того или иного агентства недвижимости знаете в целом я частично прав сто процентов частично прав поэтому спрашивал максим где все люди да особенно когда снимал в медицинском в олимпийском парке и гуляли мы в нижнем медицинской низменности но ребят вот здесь вот видите все люди стараются попасть в центр сочи потому что центр сочи он по-настоящему вся красивые зимой и летом не знаете многим из вас не хватает деревьев зеленых зимой а вот именно это все есть в сочи это супер это классно ну вы видите да вот даже расстегнутый там пузяка наружу значит не холодно детишки даже чтобы даже едят можно даже мороженое едят не знаю почему у нас пробоке обычно пробок в этом месте у нас нет но 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 сейчас наверное ведь у нас хорошее исключение значит а пока я еду мне целая куча пишут 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 и посмотрим посмотрим что же здесь есть да вот нас мечтает клиент нашел объявление на авито чтобы понимали трехкомнатной квартиры 97 квадратных метров просто потрясающий ремонт за 5 миллионов таких цен сочи нет ребят за 5 миллионов рублей вы можете купить однокомнатную квартиру примерно за речном микрорайоне даже где-то будет не 5 стоит опять 500 29 метров с ушлепочным ремонтом от бабушки и все как бы ни про какие квартиры в 100 квадратных метров даже и разговоров не может быть соответственно я ему сказал что это фейк он будет хорошо хорошо подозревал мнение эксперта очень важно хочу купить для своей семьи квартиру такого плана но не за 17 в пределах 10 можно найти сейчас мы посмотрим что же там за квартиром квартира опять мне присылать вторую трехкомнатной квартиры 90 квадратных метров за 7 800 такого просто не бывает априори таких цен сто процентов тут же сразу понятно что дом бизнес классы якобы даже фотографии не того дома которая есть это уже наводит на определенные на определенные рассуждения на определенные рассуждения опять же да я вижу по поиске улице рахманинова потому что это те люди которые сидят возле компьютера забивает улицу рахманинова смотрят о до моря 300 метров супер классном и вот уже да я на переулка рахманинова да и там соответственно показ квартиру за 7 800 даже на этом переулке рахманинова ценник начинается от начинается от дофига чего плюс это жилое помещение поэтому ребят волшебства не бывает априори готовое сданное жилье если мы берем квартиры большие то ориентируйтесь на 100 тысяч рублей квадратный метр это как бы бачаров маяк это на жилой комплекс который может называться империи с ним там сейчас цены не подняли это как бы если большие квартиры но опять же большие квартиры по низкой цене обычно те которые не ликвидные это например там только два окна например на 100 квадратов это и тому подобное а если вдруг квартира правильной формы что из нее можно сделать трех или даже четырехкомнатную квартиру то таких цен точно не будет могу с кем угодно поспорить а вот если там квартир не ликвидная туда по 105 тысяч рублей по 110 тысяч рублей за квадрат метр во всяком случае на конец 2019 года такие ценники были возможны но опять же это будет не центр сочи это будет нас либо улица коммунальная либо улица санаторная санатор это новый сочи коммунальная это не избытки только не избытки не от отношения к морю на от моря понятно да вот смотрите все люди наконец-то проснулись пытается проехать все конечно же это центр сочи либо едут связь все в торговый центр море мол обычно в этом месте пробок не бывает я не знаю самое интересное что стоит три гаишника и при этом все равно у нас вот эти кого-то не выдергивает кстати с блатными номерами поэтому блатные номера здесь не выручает по любому случае как бы если вдруг вы нарушили ли у гаишника есть подозрение что вы что-то там сделали нехорошее то скорее всего буду восстанавливать учитывая что их трое стоит то скорее всего откупиться если вы друг с похмелья либо там есть какой-то там промежуток когда вы выпили будет вас дербанивать минимум 30 тысяч рублей минимум 30 тысяч рублей в центре сочи сколько хороших у нас автомобилей огромное спасибо за то что нас пропустили значит мы даже не доехали итак вот такая дорога была по виноградной сейчас мы с вами доехали до исторического центра до исторического района вот в этом доме кстати есть на воровского 3 вот за ним домик стоит хороших и там есть у меня квартира за 40 миллионов рублей вдруг кому-то нужно за 40 миллионов а так здесь можно вторичное жилье взять примерно в старом фонде по 220 тысяч рублей за квадратный метр по 220 если вдруг видеть объявление что здесь квартиру продается за 5 миллионов однокомнатных таких цен здесь нет ориентируйтесь примерно на миллионов семь с половиной на восемь при том это будет хреновый ремонт если говорим мой будет получше твои цена соответственно будет гораздо выше скоро я сниму видеоролик про реальные цены про реальный ценообразование думаю многим из вас будет полезно сейчас я с большим удовольствием подписчику отвечу по поводу того что он там хочет себе купить если бы такие квартиры как на рахманина были там 98 квадратных метров с ремонтом за 10 миллионов то можете быть уверены на сто процентов что я давно бы уже себе наверное купил бы но обычно эти квартиры стоит 20 . 20 миллионов потому что во всяком случае сейчас сочных кто бы что не говорил наблюдается дефицит жилья очень скажем узкий круг того что можно купить именно безопасно чтобы ваш дом там не снесли кедрень и фене очень тяжело хоть проехали мы одну из интересных школ на все в эту школу старается попасть но 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 эта школа больше похоже на коммерческую потому что там все платно и как бы учиться бесплатно вашим ребенку вряд ли получится все можно очки наконец-то убрать ну вот к ребят как бы так немножко с вами прокатились немножко его опять тестируем что же у нас такого интересного есть ну и уже начинает подсказывать мне автомобиль что через 5000 километров нужно заменить маслом это вы что нужно менять масло там раз в десять тысяч но я наверно буду ориентироваться на то что подсказывает мне электроника и регламент по прохождению тула если бы нужно уже было менять масло каждые 5000 я бы менял каждый 5000 все сейчас потихонечку так доехали до нашей работает чтобы примерно понимали если вдруг вы выбираете район новый сочи да сколько придется ехать не получится вам быстро доезжать вот видите как нас с левой стороны смело решил обогать чуть не сбил поэтому будьте аккуратны в том числе на пешеходных переходах тяжело 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 и вот здесь тоже к если заезжаете смотрите здесь обычно с заправки выезжает и даже не смотрит никуда очень много кстати почему в этом месте сейчас большое скопление машин ответ очень просто потому что здесь находится нас сейчас кастер-порт и там соответственно очень много всевозможных кухни там есть и вьетнамская и китайская за 9 3 сейчас я не увидел дарите из того чтобы припарковался перед пешеходным переходом просто-напросто физически не увидел и рад был бы до пропустить но не увидел ребят поэтому уважаемые автолюбители которые паркуются как придурки вы пожалуйста смотрите как быть то что вы поставили машину может быть вы ничего там плохого не видите но лично вот я например сейчас не увидел пешеходов ну реально не увидел пешеходов за того что вы поставили пешеходным переходом не не зря же там парковка и стоянка запрещена и остановка даже запрещена знак весель до возле 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 чего там ну вы видели все сейчас мы здесь с вами потихонечку потихонечку мы сейчас здесь развернемся в этом месте и попробуем немножко поснимать у нас набережной мы конечно поедем поставим машину на плану парковки потому что в этом месте автомобиль эвакуирует и правильно делает чтобы не было бардака и вот если кто-то хочет там ощутить на себе какую-нибудь интересную кухню то рекомендую вот пройти вот и кастом порт интересное место а так в принципе если вы приехали там часочек погулять час-полтора то парковка вам обойдется всего лишь сейчас скажу сколько всего лишь войдется в 200 рублей вот эти вот и затем машину зато их дает а я не увидел как как него просто не видел физически людей которых который хотел бы чтобы я пропустил вот сам мы с вами заезжаем вот скажет высунулся как блондинка ну да бывает высунулся как блондинка но это бывает кстати тоже у нас внутри машины все забиты попробуем где-нибудь припарковаться тот случай когда даже на платной парковке невозможно поставить автомобиль слушайте ну что я могу сказать ну нет парковочных мест офигеть тогда значит не судьба нам что вам с вами поснимать не судьба значит ну все ребят будем с вами прощаться всем хорошим настроением пишите как вам камера пишите вам как качество звука как лучше снимать все-таки на телефон или снимать на gopro 8 мне ваше мнение очень важно поэтому пишем комментариях я с большим удовольствием прислушаюсь а теперь ребят всем пока